Департамент полиции Западно-Казахстанской области провел рейд по улицам города. В целях выявления и пресечения грубых нарушений провел дорожного движения. В результате оперативных мероприятий был выявлен и задержан нарушитель правил дорожного движения. Подробнее в следующем сюжете. Начиная с 9 часов вечера с целью обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности силами сотрудников дорожной полиции была проведена отработка областного центра. В рейде также приняли участие представители пресс-службы Департамента внутренних дел и наша съемочная команда. Вскоре вниманию сотрудников привлек автомобиль марки Volkswagen Passat, окна которого были закрыты темной сеткой, инициировавшей тонировку. В ходе проверки вовсе выяснилось, что у водителя не имелось соответствующих документов. Получается, у вас сейчас нет никаких документов, а удостоверение личности есть? Вы сами понимаете, почему мы остановили вас. На окнах сетки они запрещены по закону. У меня есть все документы, но я их забыл дома. За нарушение правил дорожного движения автомобиль нарушителя был водворен на штрафную стоянку. На автовладельца наложен штраф в размере 5-ти месячных расчетных показателей по статьям 590 и 612 Кодекса об административных правонарушениях. Если вы повторно нарушите правила дорожного движения, в этом случае темные шторки и тонировка, то штраф будете выплачивать в двойном размере, а также будете пересдавать экзамен для получения своих водительских прав. В результате однодневного рейда было зарегистрировано 65 административных правонарушений, один случай управления транспортом, в нетрезвом состоянии, одна авария. Два автомобиля были выдворены на штрафстоянку. По поручению Акима области в регионе в ноябре-декабре месяцах проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Безопасные дороги». За последние 10 дней было составлено 1732 административных протоколов, из которых 18 фактов, где водители были задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Хотим предупредить всех водителей области не нарушать ПДД, так как в регионах участились случаи вождения авто в нетрезвом состоянии, а также случаи нарушения скоростного режима.